Мы жители бывшего микрорайона 68, домов завода Пул, обращаемся к администрации нашей области, города, чтобы нам помогли решить нашу проблему. Я немножко сейчас вернусь к истории. Вот за нами находится пустырь. Там когда-то находился, был хороший садик Пула, который был показательным, большая территория, огромный дом. Потом-то все пришло в упадок, его теперь благополучно снесли, и когда-то эта земля принадлежала федеральной, была федеральной собственности. Буквально год назад, даже меньше года, прошли все суды, то есть все прошло, решено уже на уровне, как говорится, всех верховных судов. Принято решение о том, что этот участок, достаточно большой, передан в собственность города. Это теперь муниципальная земля. И как только это все произошло, 4 наших дома, бульварные 4А, ламповая 3А и ламповая 3А, которые находятся за ламповой 3А, признали аварийными. Получается такая ситуация, что признали вот сейчас прям аварийно, буквально в течение полугода все эти дома. Одномоментно, так, чтобы это все снести, здесь тем более такая огромная земля, которой не нужно никого расселять. В 4 домах у нас всего 192 квартиры. И мы попадаем также под расселение. Вы знаете, что происходит у нас в области, в городе, с тем, что расселяют людей в отдаленные районы, на окраину города и так далее. У нас немножко другая ситуация. Мы обращаемся к власти области, города, чтобы они взяли на вооружение. Вот пример, который подал наш спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Елшанке снесли бараки, там же построили прекрасный, шикарный дом. Почему не сделать так же и у нас? Земля позволяет. Уже примерно прикинули по площади и так далее, что на этом месте, на пустом, можно построить 4-подъедный 10-этажный дом. И тогда все 4 дома уходят в этот дом. Потом сносите, стройте здесь все, что угодно. Но не надо нас выселять и расселять куда-то на окраины. У нас есть возможность остаться на своей земле. Я с рождения проживаю здесь. Вот 42 года я здесь живу. Здесь родилась практически моя мама. Когда этот дом строился, ей было 6 месяцев, ей заселили. Эту квартиру получил мой дедушка и моя бабушка. Соответственно, в этом доме жила вся моя семья. Это практически корни мои. Я сейчас с болью в душе понимаю, что меня просто рощерком пера кто-то хочет отсюда взять и переместить в другое место и не спросить меня, где я хочу жить. То есть, получается, почему жители не спрашивают? Почему никакие слушания не устраивают никаких слушаний? Складывается мнение, что здесь коммерческая заинтересованность властей этими землями. Раз так сложилась ситуация, что действительно пришел срок службы этим домам, мы это не оспариваем. Мы говорим о том, что оставьте нас на нашей земле. Для нас это родина, понимаете? Это малая родина, которую просто так вычеркнуть из жизни нельзя. Потому что дом и родина – это равнозначные понятия. То есть, лишиться дома – это то же самое, что лишиться родины. Я хочу сказать, что на самом деле это очень страшно – в одну секунду узнать, что твой дом признан аварийным. Потому что мы фактически лишаемся права на свое недвижимое имущество. Когда мы пришли в администрацию Ленинского района, нам там прямо сказали, что теперь прав у нас никаких нет, и куда нас выселят, туда мы и поедем. Когда мы начали приводить в пример программу переселения домов в Москве по программе реновации, нам там сказали, вам здесь не Москва, у нас здесь своя программа, свое постановление губернатора. Честно сказать, было очень обидно слушать вот это сравнение и разделение нас на москвичей и саратовцев. Мы граждане одной страны, и, соответственно, мы имеем право одинаковое, такое же, как в Москве, чтобы к нам относились так же. Что самое страшное, что дома наши стали признаваться аварийными только после того, как сменился правообладатель участка детского садика. То есть, вот если мы посмотрим на публичную кадастровую карту, то здесь видно, что наши дома, вот они отмечены здесь зеленым, они образуют периметр, и в центре него находится вот этот участок снесенного детского садика. То есть, в общем, эта территория 2 гектара. На ней можно построить прекрасный микрорайон по программе комплексного развития территории жилой застройки. И нам всем 4 домам можно построить вот здесь, вот 4-подъездный дом на 200 квартир он получится, потому что там 5 квартир на этаже, 10-этажный 4-подъездный дом. У нас всего 192 квартиры. То есть, нас можно переселить в этот дом, и мы останемся здесь. У нас все 3 дома имеют одинаковые планировки. Все 3 дома. А 4 дом, он немножко отличается, но по метражам практически то же самое. То есть, застройщику будет выгодно именно для нас спроектировать дом, чтобы не было, допустим, лишних вложений за лишние метражи, которые, допустим, нам не полагаются. И чтобы нам этот дом построили вот на этом пустом участке. Это потому, что мы осознаем инвестиционную привлекательность нашей территории. Эта территория в хорошем месте расположена. Здесь очень хорошая инфраструктура, которую не надо создавать заново, и не надо деньги застройщика вкладывать в создание инфраструктуры. Здесь есть 3 детских садика, 3 школы в округе. То есть, здесь детские площадки. Здесь у нас спортивный комплекс очень хороший, поэтому мы хотим остаться на этом месте. Мы обращаемся к Роману Викторовичу Бусаргину за помощью. Помогите нам, пожалуйста. У нас, в отличие, может быть, от других домов, есть свой нюанс. У нас есть вот этот вот пустой участок, где нам могут построить дом. И мы хотим, чтобы нам помогли и услышали нас. Посмотрите, вот стоят жители. Мы все просим построить нам дом здесь, и чтобы мы здесь получили квартиру в том месте, где мы привыкли жить, где наша Родина. Продолжение следует...